Здравствуйте любители тенниса! Рекомендую обратить внимание на молодой растущий магазин WTT. Там много интересного товара с внутреннего рынка Японии. Что-то можно заказать, что-то есть в наличии, то есть работают индивидуально со многими. Рекомендую! По скидке Вениамин вы получите еще 5% добавочной скидки. Цены там хорошие. Пройдите, посмотрите, сравните, изучите. Всегда есть выбор. И сегодня я хочу рассказать, как правильно делать замах и куда вести руку. Когда я показываю исполнение топспина учениками, мастерами спорта, просто любителей показываю иногда. И начинается куча дискуссий. Рука идет не туда, нога не так повернута, замах неправильный, замах вот надо туда, надо тянуть к пионерскому салюту, надо вести к левому виску, надо вести туда, замахиваться надо, кто сюда, кто туда, кто сюда. И идут огромные споры и разговоры. Так вот, ну, хочу выразить свое мнение. Вот те, кто постоянно говорят, не туда рука, не туда нога, не туда неправильно, этот делает лучше, этот делает хуже. А у них нет понимания главного в настольном теннисе, что мы играем, исходя из того, куда прыгнул мяч, с каким вращением он пошел и где ты находишься в этот момент. Успеваешь ты на него или не успеваешь? Можешь ты вложить всю силу или тебе удастся только его перекинуть. Отсюда и возникают разные движения, разные направления. Но вести себе в сторону лица и подводить к брови или к носу или вот сюда, к голове, к лбу, это, во-первых, небезопасно. Во-вторых, мы на какое-то время теряем из виду игру, закрывая ее рукой. Многие приводят в пример китайских мальчиков, чемпионов мира и прочее, но у них нет вот этой зоны. То есть они не закрывают себе. Как вот, посмотрите внимательно. То есть, во-первых, не закрывается, во-вторых, ракетка уходит сюда. Да, это в классический, обычно в тренировочном топ-спине, вот и скольжение потом, и сюда опускание. Нету ведения к лицу. А у наших я частенько вижу, то тут ударили, разбили, то там ударили, разбили себе. И это бывает. Нету точного формата движения. Есть физиологически правильный и удобный удар и удобный возврат в зависимости от стиля. И смотрим, и у китайцев есть движение, которое направляет мяч вперед, так называемый топс-удар или топс уже на усиление, или топс больше на вращение. Все зависит от того, что мы делаем. То есть, или вектор силы больше вверх направлен, или больше бокового вращения, или прямого поступательного. От этого зависит, какой будет замах и какое будет окончание движения. Но окончание движения никогда не происходит где-то вверху. Окончание движения – это начало следующего замаха. Вот окончание движения. Потом кач и следующее. Вот окончание. То есть, когда я слышу, что у вас там топс, вот такая рука, там это, вы потом не успеете. Если вот тут ее остановить, то действительно не успеешь потом. Или здесь остановить. Вот мертвая точка, потеря инерции, напряжение мышц, выход опять в стойку, замах и время потерянное. Когда начало движения происходит после того, как мы вот эту всю инерцию направили на второй замах, тогда все замечательно. И вот это время возврата, как бы широко мы ни сделали, оно ничтожно мало по сравнению с тем, когда мы сделаем вот так и остановим руку. И там, и тут, и потом замахнемся и снова остановим. Так вот, предлагаю задуматься и понять, что игра идет всегда от мячика, от ситуации, где находится противник. И от того, с каким вращением приходящий к вам мячик прыгает на вас. И где вы еще находитесь в это время. Иногда достаточно просто дернуть. Ну, достаточно для того, чтобы попасть на ту сторону. А иногда необходимо вложиться, чтобы выиграть именно одним ударом. На этом у меня все. Как всегда, жду ваших вопросов, комментариев. До свидания, до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok